итак поехали начнем с обзора маркерной бумаги скетч маркер выпустили две склейки вот такая вот склейка это она называется маркер под бумага 75 грамм на метр очень тонкая бумага обращаю ваше внимание до 75 грамм так и давайте начнем с неё значит что здесь есть как она позиционируется бумага для скетчинга и графики для работ с любыми маркерами на спиртовой основе максимальная яркость и четкость передачи цвета белоснежная ультра гладкая плотность 75 50 листов специальное покрытие с обратной стороны препятствует протеканию чернила на обратную сторону сделано в германии так значит что она представляет из себя у меня формат а4 она очень тонкая реально тонкая и она даже чем-то мне по ощущениям напоминает кальку наверное уже из-за плотности своей низкой вот значит я провела протестировала дальней различные материалы я собственно говоря на скетч-маркерах скетч-маркерами и тестировала что могу сказать это бумага действительно не пропускает чернила на обратную сторону то есть их видно да но даже если очень сильно водить маркером по бумаге она действительно не пропускает, то есть эта пропитка с обратной стороны ей не дает этого сделать. Значит, что могу сказать по поводу цветопередачи. Цветопередача очень хорошая, то есть цвета действительно яркие, сочные. Градиенты на ней получаются плохо, скажем так, они почти не получаются, то есть вот это вот я пыталась наслоить, размыть, но опять же это связано, конечно же, со свойством бумаги, да, что она не протекает на обратную сторону, поэтому пигмент в ней, конечно, задерживается таким образом, да, то есть и размытие вот этого не происходит. То есть вот здесь вот видно, насколько получается сделать градиент, то есть как бы эта бумага не для градиентов. На мой взгляд, это бумага для быстрых скетчей, когда вы хотите быстро что-то нарисовать, находитесь на каком-то мероприятии там или что-то еще, да, и вы быстро перелистываете листы-всклейки, да, и фигачите вот эти вот сочные наброски, да, где вам не требуются градиенты, но при этом вам требуется насыщенный цвет и хорошо, да, что не протекает на обратную сторону. Мне одна из подруг говорила, что есть, в общем-то, такой похожий, по-моему, консон, я просто не пробовала, поэтому точно ничего сказать не могу, да, и я так поняла, что, в общем, даже стоит подороже, вот, ну вот похожий тоже, то есть тоже такая вот тонкая, да, и с пропиткой, вот. Эта бумага стоит, у меня сейчас ценника нет точного, да, я на сайте Artmarker смотрела, сколько стоят вот эти вот бумаги, сейчас актуальные цены, да, ну, в общем, что-то порядка, по-моему, 700 с чем-то или 800 с чем-то рублей за вот такую склейку. То есть я такой бумагой особо не пользуюсь, потому что я вообще не пользуюсь тонкой бумагой. И тут вот вопрос у меня, опять же, возникает на тему ценника, да, то есть как бы если вы готовы за 700-800 рублей купить себе альбомчик для набросков, да, то я думаю, что в нем будет удобно. Если вас не смущает плотность бумаги, да, что она тонкая, то есть я когда рисовала, у меня немножко даже, ну, вот, когда рисуешь, она рукой так приподнимается. Но вообще люди прекрасно на этом рисуют, то есть это просто, наверное, не совсем мой вариант, да, но по свойствам он неплох и по яркости цвета он, конечно же, тоже хорош. То есть вот красный у меня, наверное, получился на нем, если сравнивать с остальными образцами, наверное, самым вообще насыщенным, ну, практически, да, еще вот на иллюстратор про тоже получилось очень насыщенно. Но, в общем, бумага такая имеет место быть. То, что она не пропускает чернила реально, это приятно, вот, но она, на мой взгляд, все-таки для набросков, потому что какие-то другие вещи для быстрых скетчей, да, без корректировок, без растяжек, без градиентов, то есть для чего-то вот такого. И существуют все вот склейки, да, они существуют в форматах А4 и А5. То есть если А4 стоит что-то там в районе 700-800 рублей, да, то А5 уже стоит в районе, там, по-моему, 500. Вот, значит, вот эта вот бумажка такая очень интересная. Еще раз покажу ее обложку, да, вот она. Так, называется она еще раз маркер-пад 75 грамм на метр. Да, еще хотел сказать, что в этой склейке 50 листов. Так, значит, теперь следующий. Подходим к следующему образцу маркерной бумаги. Значит, эта склейка называется Иллюстратор Про. Здесь уже идет плотная бумага 200 грамм на метр квадратный. Давайте прочитаем свойства. Значит, идеально для спиртовых и пигментных маркеров, ручек, чернил, карандаши, гладкая поверхность 30 листов, плотность 200 грамм. Итак, значит, скетч-маркеры выпустили теплую бумагу для маркеров. Это, в общем, именно то, чего на рынке не хватало. Собственно говоря, то есть, ребята молодцы. Я принимала участие в тестировании образцов. Вот, и они выбрали очень хороший в результате вариант. Сразу покажу, сравню с теми известными, скажем так, видами бумаги, которые есть на рынке, чтобы вы поняли по тому, насколько она теплая. Значит, вот консон The Wall. Он самый холодный. Так, сейчас... Нет, не самый холодный. Самая холодная все-таки, наверное, колоркопия. Да, вот колоркопия, вот консон, да, это вот те бумаги, на которых мы привыкли, та бумага, на которой мы привыкли работать с маркерами. Да, консон The Wall двусторонняя, колоркопия односторонняя, чернила протекают на обратную сторону, да. Но вот по тепло-холодности вы видите, насколько они холоднее, чем вот этот вот новый вариант. Это, конечно, здорово, потому что на теплой бумаге рисовать приятно. Мне, по крайней мере, очень нравится. Значит, если сравнивать по... Я здесь пробовала все, различные материалы, не только спиртовые маркеры. Значит, итак, давайте сравним, значит, с колоркопией. На мой взгляд, о колоркопии все-таки, я считаю, одной из лучших бумажек, да, по цветопередаче маркерной мне она очень нравится в этом плане. Значит, что хочу сказать. По цветопередаче, если вы не будете, ну, если не ориентироваться на фон, да, потому что здесь он все-таки потемнее и потеплее, да, то, в общем, цветопередача, она, на мой взгляд, идентичная. Вот. Если мы посмотрим растяжки, насколько они хорошо делаются на колоркопе, да, и на новой бумаге скетчмаркеров, да, то, в общем, качество растяжек примерно одинаковое, скажем так, довольно близкое. Вот, если взять, еще вот такие штучки я делала. Ну, может быть, на колоркопе чуть-чуть помягче, да, на вот этой новой бумаге чуть-чуть, чуть-чуть сильнее видна граница, но, на самом деле, тут надо прям сравнивать, самим тестировать, если вы хотите попробовать, если вы хотите получить бумагу теплого цвета, я думаю, что нужно, ну, покупать и пробовать. Вот. Влажные техники, она не держит, эта бумага, то есть она, точнее, как не держит, она плотная, да, на ней все жидкие вещи очень долго сохнут, поэтому для влажных техник я бы ее вообще не рекомендовала, но там, собственно говоря, и не позиционируется, да. А если мы возьмем вот это вот, допустим, у меня эколайны, так, это эколайны, все линеры, вот как на ней рисуют карандаш, перевые ручки на ней тоже все отлично пишут, почти не смазываются, я когда тестировала, посмотрела, то есть пальцем они почти не смазываются на ней, то есть, в общем, она, пожалуй, по свойствам своим похожа на коваркопе, вот, если сравнивать именно по свойствам, да, как на ней работать, то есть, в принципе, работать на ней, на мой взгляд, отлично, только вот еще тоже, опять же, момент ценника, да, то есть мы все, конечно же, сравниваем по цене, да, эта склейка стоила 995 рублей, давайте я ее верну обложку, чтобы вы еще раз посмотрели, значит, склейка стоит 995 рублей, почти 1000 рублей за 30 листов, то есть, если брать коваркопе для принтера, да, то эта цена, конечно же, будет другая, но, опять же, если сравнивать там с другими бумажками, и консон, и прочее, да, то, конечно же, там стоимости другие, потому что там уже не как бумага для принтеров она идет, да, как бумага для художников, поэтому здесь, конечно, сравниваете, но, скажем так, цена, на мой взгляд, она не низкая, то есть 956, ой, извините, 995 рублей за вот эту вот склейку, но попробовать, конечно же, очень интересно, вот, посмотреть ее в работе, теплый цвет, то есть, на мой взгляд, именно для маркеров, откровенных аналогов вот этой на рынке пока нет, чтобы можно было что-то подобрать там значительно дешевле, допустим, так, убираем, 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 а, ну, вот еще, кстати, можно посмотреть, вот у меня как раз полосочки, вот это вот поближе цвет, тон, значит, вот это вот у меня идет, сейчас как бы так зажать, чтобы не... это ColorCopy, это вот как раз Illustration Pro, скетчмаркер, да, а это... а, извиняюсь, это Conson, это ColorCopy, вот, а вот это скетчмаркер, то есть тон у нее, конечно же, очень приятный. Так, следующий интересный вариант, это Mixed Media Pro Pad, а четвертого формата, это бумага для смешанных техник, вот давайте посмотрим, для чего она рекомендуется, это бумага для разных техник, высококачественная бумага, выдерживающая мокрые техники, идеально для маркеров, акварельных, спиртовых, пигментных карандашей, чернил угля, 30 листов, плотность 160, широковатая поверхность. Итак, вот он образец, вот он образец, я на нем тестировала различные виды перьевых ручек, то есть вот у меня с неразмывающимися чернилами, вот с размывающимися чернилами, это у меня поска, поска не на все ложится хорошо, сюда она ложится очень хорошо, она здесь абсолютно не дерет, не травмирует лист, это вот прям очень здорово, так, это вот у меня акварельные мелки, как они размываются, вот цветные акварельные карандаши, тоже себя отлично ведут, вот у меня чернила для перьевых ручек, так, и это просто акварель, вот посмотрите, в общем, насколько бумага деформируется, в принципе, для 160 грамм, мне кажется, что весьма и весьма неплохо, и у нее тоже такой приятный, теплый оттенок, не такой теплый, как у Illustration Pro, склейки, да, но тоже довольно теплый, а вот у меня, кстати, Illustration Pro, хотя вы знаете, нет, они, наверное, похожи все-таки, ну, на это чуть-чуть похолоднее, но, в общем, хорошая бумага, мне Mixed Media нравится, в общем, начиная от 160 грамм, хотя я, конечно, все-таки люблю бумагу более плотную, то есть от 200 и выше, поэтому, когда вот я говорю, да, что тонковато, вы делаете все-таки некоторую скидку на то, что, да, я, в принципе, плотную бумагу люблю, да, то есть кто любит 160, в общем, для 160, на мой взгляд, она со своими задачами, в общем-то, полностью справляется, хорошая бумага, так, стоит она 725 рублей, 30 листов, если сравнивать с Fabriano, Mixed Media, который я, допустим, пользуюсь, она немного подороже, вот, и там чуть выше плотность, но бумаги разные, фактура разная, то есть у этой бумаги, у нее фактура, она такая слабо выраженная, то есть она шершавая, но она выражена слабо, и поэтому на ней, скажем так, различного плана средства, можно использовать, то есть, допустим, вот на Fabriano, такие карандаши, они уже лягут немножко по-другому, потому что она более шероховатая, то есть, ну, очень такая, на мой взгляд, прям неплохая бумага, если вас устраивает плотность 160 грамм на метр, давайте еще раз верну обложку, Sketch Media Pro Pad, 160 грамм на метр, и последнее, последнее, маленький, а пятый формат, значит, бумага Bristol, поэтому склейка так, называется Bristol Pad, бумага 300 грамм на метр, она такая довольно плотная, я на Bristol рисовать очень люблю, на нее ложатся хорошо всякие графические материалы, карандаши, цветные карандаши, чернографитные, ручки, чернила, эта бумага отличается тем, что бумага с названием Bristol отличается плотным верхним слоем, который можно подвергать, неоднократному стиранию ластиком и прочее, то есть почему она чаще всего рекомендуется для графических работ, в том числе и карандашных, и у меня есть разные варианты, с которыми я хочу ее сравнить, так, ну давайте, во-первых, посмотрим, 300 грамм, и давайте посмотрим, что здесь пишет производитель, высококачественная бумага-бристоль, супер гладкая и белая поверхность, идеальная для туши чернил, спиртовых и пигментных маркеров, карандаши и ручек, карандаши и ручек, так, 20 листов, плотность 300 грамм, значит, и давайте посмотрим, для маркеров спиртовых, на мой взгляд, не особо, то есть вот можете посмотреть, как это выглядит, для акварельных, в общем, неплохо, но тоже, скажем так, сохнет прилично, потому что, ну все-таки, эта бумага не для мокрых техник, да, а для сухих, вот, то есть я имею в виду, что, то есть как бы спиртовые, спиртовые маркеры, допустим, ой, пигментные маркеры, допустим, да, они все-таки, там небольшое количество воды, чем там в акварели, когда вы кистью уже работаете, да, то есть вот, в общем, здесь у меня маркеры Ecoline, маленько разведенные водой, в общем, держат хорошо, и эффекты получаются неплохие, вот у меня снова акварельные карандаши, тоже, в общем, держат неплохо, вот у меня восковые карандаши, цветные, это Derwent Colorsoft, да, вот, ну и линии, конечно, все замечательные, и, конечно же, поску тоже держат замечательно, потому что вот она гладкая и прочная, да, в верхнем слое, поэтому с поской тоже все без проблем, то есть, в принципе, маркерами всеми, ну, вот, на мой взгляд, кроме спиртовых, потому что они так немножко специфически здесь, ну, видите, как бы это и бумага, собственно говоря, по сути, не для маркеров, то есть можно, но для маркеров лучше использовать специальную бумагу, для маркеров вообще всегда, это вы всегда получите лучший результат, да, так, если сравнивать ее, вот, у меня есть разные, у меня брестолей много, у меня только нет смельтаниса, вот, но вот у меня есть фабриана, у меня есть консон и стратмор, а сейчас мы сравним по цвету, стратмор, самый, стратмор, американский самый дорогой вариант, но сейчас, по-моему, относится, я не помню, кто-то его купил, по-моему, не помню, так, так, смотрите, довольно холодная, довольно холодная, то есть, вот, по сравнению со стратмор, вот так вот это выглядит, вот, по сравнению с консоном, так, консон напоследок оставим, он самый холодный, так, по сравнению с фабриана, выглядит вот так, то есть, тоже холоднее, ощутимо холоднее, ощутимо холоднее, чем фабриана, брестоль, Если сравнивать с консоном То консон холоднее То есть она является чем-то между Как раз вот фабрианой и консоном По своей Температуре Цвета Вот И если опять же сравнивать цены Вот ее конкретно сейчас нет на сайте Artmarker Поэтому я точно цену вам сказать Не могу за нее Но Тоже диапазон порядка Там 700 или 800 рублей за формат Может быть чуть дороже Я точно не скажу Поэтому не буду в большую сторону ценник увеличивать Где-то в районе там 700-800 рублей За формат А6 И по-моему 500 с чем-то За вот такой вот формат А5 То есть в котором Опять же напоминаю 300 грамм Вот и сколько там листов 30 по-моему Так 20 листов 20 листов То есть если мы сравниваем допустим С той же вот фабриана Которая мне очень нравится Она одна из самых бюджетных Но при этом она там одна из самых хороших Там с того что я пробовала Очень мне нравится эта бумага У нее плотность 250 И в склейке 20 листов И стоит она 358 рублей То есть как бы по сути она чуть меньше плотности Но стоит она значительно дешевле И она при этом теплее по цвету Вот Но допустим опять же Если брать смельтанец Да 308 грамм Она стоит 10 листов Порядка 1000 рублей Поэтому тут тоже относительно То есть сравнивайте по ценам конечно же И количеству листов Так в общем на мой взгляд Она тоже неплохая Но для меня она Холодновато Если опять же сравнивать ее С теми производителями На которых я рисую Но не сильно холодная То есть не такая как консон Вот То есть такой скажем так Нейтральный цвет Да то есть в общем тоже Очень хорошо она себя Показывает Плотная Действительно очень ровной Гладкой поверхностью То есть все как и заявлено То есть по сути По сути да Вернемся к общему впечатлению От того Что я получила То есть по сути Все то что получила Все то что написано На обложках Да Оно Удовлетворяет С заявленным характеристикам Да то есть как бы все В общем то как написано Так и есть Мне это всегда тоже нравится Вот Для Единственное что Вот я говорю на Бристоле Спиртовые На мой взгляд не очень Вот И вот этот вот Маркер под 75 грамм Он такой Именно специфический Я бы его так назвала Да То есть специфический Нужно вам понять Да вот вы на 75 Вообще рисуете или нет Если рисуете да И любите рисовать наброски То мне кажется Что вариант очень хороший Но опять же И по бумаге Я всех всегда призываю Еще сравнивать цены Потому что Плюс-минус Бывают аналоги Вот поэтому смотрите Читайте Вот пробуйте Скетчмаркеры Вот эти склейки Да то есть на мой взгляд Они конечно очень Ну и хотела еще конечно Скать по поводу оформления Оформление У ребят очень красивое Скетчи Различных художников Наших Известных Вот Конечно это тоже добавляет Эстетики Всем спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова